Друзья, приветствую! Посмотрите, какая интересная композиция получилась из образцов масла Shell. Значит, это образец свежего. Я заехал в сервис по заведению масел. Это вот видите Helix HX8 ECT 530 C3. Заехал в сервис и мне налились бочки. Слились сначала, а потом насосом специальным качнули сюда в баночку. Из него я создам эталон. Проверю второй образец вот в такой пробирке с маслом. Это такое же масло, но присланное Артемом из Испании. И отработка, соответственно. Так, смотрите, вот обновил я спектр данного масла. Сейчас я увеличу, потому что, мне кажется, бугорок все-таки говорит о наличии эстеров. Сейчас я увеличу этот фрагмент и посмотрим. Примерно можно будет оценить сравнение с мобилом. Да, 0,12. У мобила это обычно 0,32-0,34. Вот так. То есть, можно здесь сказать, что примерно половины. Я думаю, что в этом масле примерно три процента эстеров. Ну, плюс-минус там какие-то десяточки. Следующим этапом обновляю, корректирую, вернее, данные, которые сместились при обновлении спектра. Вывожу присадки в ноль. Уровень присадок. Убираю вот отрицательное значение по гликолю. Тоже нули выставлю. Чтобы было от чего плясать. Так, ну, тут по щелочному тоже видно, что есть эстеры. Видите, число прибито. Я выставляю 8,5. Не помню, где я данные смотрел. Или в лабораторном анализе, или по данным Шелла. Честно говоря, простите. Видно, также подросло, значительно подросло кислотное. Это тоже показатель эстеров. Косвенный такой. Здесь я выставляю 1,9. Нормальное такое значение возле двух при наличии некоторого количества эстеров. Ну и все. В принципе, образец создан. И можно проверить второй образец, который прислали из Испании. Очень мне было интересно, есть ли разница. Тем более, что ходили слухи, в комментариях писали, что якобы завод российский Шелла, который находится в Торжке, покупает гидрокрекинговую базу у Лукойла с Волгоградского завода. Значит, образец я заложил. И посмотрите, какой результат. Полное совпадение. По присадкам 100%. Кислотный отличается на 0,02. Да, там 0,09, а здесь 0,92. И щелочной отличается на 0,1. У российского образца 8,5, а здесь 8,4. Как раз, да, видите. Немножко выше кислотный, немножко ниже щелочной. Чуть-чуть переложили. Кстати, кто не верит, можете проверить, сравнить даты и время. Все на экране есть. Остановить или вернуться. Вот, все есть на экране. Ну и образец из моего автомобиля. Это Jetta 2008 года. 1,9 турбодизель с насос-форсункой. Значит, пробег 5072 километра. Объем масла 4 литра. Вот, доливок за этот период не было. К сожалению, борт компьютера нет. Поэтому приходится ориентироваться только на пробег. Тут прибору захотелось проверить частоту окон, измерить фон. Периодически он это самостоятельно решает. Такие решения по алгоритму принимает. Ну и смотрите. Значит, присадки 78. Кстати, нету превышения по противоизноске, как частенько бывает. Я заправляюсь только Роснефтью. Значит, немного подросло кислотное и чуть-чуть просеяло щелочное сажи. Для этого пробега, в принципе, немного. 0,46 процентов. Ну, топливное получается хорошо функционирует. Значит, у масла видно, что есть зазор еще между кислотом и щелочным. В дальнейшем я табличку приведу и посчитаем, насколько теоретически хватило ресурса данного масла в данном автомобиле. Так, сейчас я сравню вязкость свежевой отработки. Я думаю, что будет некоторое загущение. У меня есть проблема периодически возникающая. Блок клапанов шалит вакуумных и управление геометрией турбины. Иногда турбина должен образом не работать. Я считаю, что это повышает температуру рабочую в области турбины. И вот из-за высокой температуры загущение происходит некоторое небольшое, но тем не менее есть оно. Да, кстати, поставьте лайки или дизлайки. Кто не подписался, желательно подписаться. Ну и колокольчик тем, кто не хотят пропустить новые видео. Ну и вот значит табличка, значение, которые были, которые стали, кислотное и щелочное и пробег. Ориентировочный пробег на данном масле практически 7500 километров. Но я все-таки думаю, что из-за моей проблемы ресурс несколько занижен из-за перегрева некоторого масла в зоне турбины. Потому что, как мы помним, из школьного курса химии все процессы с ростом температуры ускоряются. Ну и здесь соответственно окисление и деградация тоже должны были ускориться. Вот такой получился тест. Благодарю Артема за образец масла из Испании. Мне, не знаю как вам, мне было очень интересно сравнить, есть ли отличие или нет. Ну и по прибору могу сказать, что я вот, честно говоря, тоже был удивлен, но точность очень высокую показал. Смотрите, это превышает лабораторные допуски значительно, потому что по ГОСТу определение, значит, щелочного воспроизводимость от 5 до 20 процентов, это в лабораторных условиях тетрованием, а кислотное вообще от 20 до 40, причем 40 это при автоматическом определении. То есть чем пользуются лаборатории, я не думаю, что вручную это определяют, потому что это очень такой сложный и затратный процесс. Поэтому я считаю, что точность очень хорошая. Если все правильно выставить, если выставить правильное значение, чтобы прибор понимал, где какой уровень, от какого уровня ему производить расчет, то данные получаются очень точные. Можно сравнивать, проверять свежие масла. Также вот та ситуация с изменением рецептуры у мобила ESP 530. То же самое произошло, что определили, что рецептура была изменена, чуть-чуть были понижены значения в угоду Ильсаку GF5. Как предположил один подписчик, GF это на английскую аббревиатуру girlfriend. Подружка по-английски. То есть подружка пятая. Шутка. Благодарю всех, кто посмотрел данное видео до конца. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока.